В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В Володарском сельском поселении подвели итоги работы за 2019 год. Основной статьей расходов поселения является благоустройство. И в 2019 году она составила чуть менее 18 миллионов рублей. Ветерану Великой Отечественной войны Борису Харитоновичу Канельскому вручили памятную юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Я загорелся желанием пойти в армию и отомстить не только за отца, а за все то, что немцы натворили. Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Примавера» стартовал в Развилковской детской школе искусств. Выступление на конкурсе с прекрасными учениками – это прекрасное дело. В Ленинском городском округе продолжается отчетный период. В этот раз итоги работы подвели в Володарском сельском поселении. В 2019 году в самой отдаленной точке нашего муниципалитета наметилась тенденция увеличения доходов. Бюджет поселения составил 60 миллионов рублей. Плюс удалось сформировать переходящий остаток на текущий год в размере 21 миллиона рублей. Основной статьей расходов поселения является благоустройство. И в 2019 году она составила чуть менее 18 миллионов рублей. Из них почти 5 миллионов было израсходовано на содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения. 8 миллионов – на содержание и ремонт малых архитектурных форм, включая детские площадки. 3,8 миллиона рублей – это содержание и ремонт проездов и пешеходных связей. Кроме того, были заменены скамейки и урны на бульваре, а в сквере произведен ремонт уличного освещения. Большим подарком юным володарцам стала новая детская площадка, установленная по губернаторской программе. Завершен проект развития застроенных территорий и введен в эксплуатацию последний предусмотренный договором дом. Благодаря этому поселение получило в собственность нежилые помещения площадью 730 квадратных метров, где планируется разместить почтовое отделение, МФЦ, кабинет врача общей практики, опорный пункт полиции. Но на этом сотрудничество с застройщиками не прекратится. В стройке это же все-таки происходит и улучшение инфраструктуры, это дороги, это некое благоустройство, это детские площадки. А в рамках проектов есть нагрузка на застройщиков, которая позволяет реализовывать все то, о чем говорила Александра Владимировна и директор школы, что школа искусств может лечь на плечи кого-либо, кто будет реализовывать какие-то программы дальнейшие на территории поселка Володарского. Отсутствие своего здания у школы искусств – один из давних и острых вопросов поселения. Но здесь существует и ряд других проблем, которые требуют каждодневной плодотворной работы. Это и дорога, которая нас беспокоит всех, это и работа транспорта на этой дороге, это и дома, о которых Александр Владимирович говорил, в которых нет горячей воды. Это, конечно, и свалка, о которой мы знаем, но я сразу должен ответить, что свалка, она на территории Раменского района. Вы согласитесь, что мы не в компетенции. Мы со своей стороны пишем обращение и в главе Раменского городского округа, и в прокуратуру, и непосредственно в область. Традиционной частью отчетных мероприятий является живое общение руководства и местных жителей. Каждый желающий мог задать свой наболевший вопрос и тут же получить ответ. На встрече прозвучало немало обращений по транспорту и дорогам. Надо не устраивать дорогу, она не справляется. Ситуацию прокомментировала начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Анна Карпова. Разработаны проекты реконструкции Каширского шоссе, проекты реконструкции Володарского шоссе. По проекту реконструкции Каширского шоссе даже уже определено финансирование. Проект реконструкции предусматривает устройство без светофорных развязок на пресечении с Володарским шоссе, с Белокаменным шоссе, с Зеленым и деревни Калиновка на этом участке. Но в связи с попаданием частных земельных участков в границы реконструируемого объекта, в настоящее время областью проводится процедура по изъятию земельных участков. Завершилось собрание торжественным вручением наград наиболее отличившимся в прошлом году Володарцам. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИНЭТВ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ветерану Великой Отечественной войны Борису Харитоновичу Канельскому памятную юбилейную медаль в честь 75-летия победы. Чтобы услышать рассказ фронтовика о войне, к нему в гости отправился наш корреспондент Дмитрий Книга. Борис Харитонович Канельский родился и вырос на Украине в Черкасской области. Война застала его в 15 лет. Несмотря на то, что с тех пор уже прошло почти 8 десятилетий, он очень хорошо помнит тот день – 22 июня 1941-го. Тогда все семьей они услышали сообщения, что началась война. Особенно переживала мама. В ее памяти еще были эпизоды гражданской войны. Она когда услыхала, что началась война, она побледнела, очень переживала, потому что знала, раз война началась с таким жестоким врагом, значит, очевидно, и ее мужу придется, моему отцу придется идти воевать. Так оно потом и случилось. Отец ушел на фронт, а Борис Харитонович вместе с мамой и младшим братом уехал в эвакуацию в Среднюю Азию. Там, в Ташкенте, он окончил школу и работал на авиационном заводе. А в 18 лет был призван в армию. Получили извещение о том, что мой отец погиб 31 августа 1942 года при защите Кавказа. Вот и я загорелся желанием пойти в армию и отомстить не только за отца, а за все то, что немцы натворили. Попав в 295-ю стрелковую дивизию, Борис Харитонович служил в артиллерийском полку. Был наводчиком 76-мм орудия. Сражался в боях в Западной Украине, принимал участие в освобождении Варшавы. Пройдя всю Польшу, дошел до Берлина, где был ранен 30 апреля 1945 года. О победе он узнал, находясь в военном госпитале. 9 мая был такой день. Мы когда по радио нам сообщили, мы узнали это в 12 часов дня. Вот когда сообщили, там что творилось, это ужас. Люди прыгали, плакали, обнимались, что наконец-то кончилась война. Потому что вот только вчера стрельба такая была, и тут вдруг затишит, тихо. Объявили, что Германия капитулировала. Мы начали стрелять со всех видов оружия, и стрельба была страшная. Чтобы вспомнить суровые военные дни, ветерану не обязательно перебирать старые фотографии. Леденящий душу ужас навсегда остался в памяти Бориса Харитоновича. Несмотря на почтенный возраст, а 4 февраля ему исполнилось 94, фронтовик тесно сотрудничает с Советом ветеранов округа, выступает на уроках мужества в школах, а также издал книгу своих воспоминаний. Из-за военного конфликта на Донбассе, где он жил до недавнего времени, в 2014 году Борису Харитоновичу пришлось уехать. Вот уже почти 6 лет он живет вместе со своей внучкой в Видном и благодарен местной администрации за оказанную поддержку. Нам помогали все. Вот благодаря... в администрации был председатель Совета ветеранов Пикуль. Вот сейчас он уже в области. Вот... просто молиться. Просто молодцы. Просто огромное спасибо всем. Помогли нам, дали вплоть до того, что нам дали кровать. Вот не было ничего. Дедушке дали кровать. Как бы нам дали постельное белье. Мы приехали сюда, мы ехали летом. Приехали, как говорится, в летней одежде. Мы ехали на две недели. Мы думали, что это не война, а закончится все очень быстро. Несколько дней назад к военным наградам Бориса Харитоновича добавилась еще одна. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ему юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Если мы будем помнить, подвиги наших победителей никогда не будут забыты. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Более 180 исполнителей со всей России приехали в поселок Развилка. Здесь, в детской школе искусств, стартовал международный конкурс музыкантов-исполнителей «Примавера». На открытии побывала и наша съемочная группа. Международный конкурс «Примавера» на базе детской школы искусств поселка Развилка проходит уже во второй раз. В октябре здесь демонстрировали свои таланты ребята, играющие на народных инструментах. И вот сейчас на музыкальном ринге исполнители классического направления. Главная идея музыки, вернее конкурса, я считаю, объединить самый разный возраст именно вокруг нашего любимого дела. Потому что возраст выступающих от 7 лет, вся школа, музыкальные колледжи, это от 15 до 20 лет, и есть свободная группа, могут участвовать в вузы и молодые преподаватели. Фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, академический вокал – всего 8 номинаций. На этот раз в конкурсе примут участие около 180 музыкантов со всей России. Немало молодых дарований и из Ленинского городского округа. От нашей школы в этот раз принимают участие два вокальных ансамбля, 20 человек и 18 солистов. Также Ленинский район представляет детская школа искусств поселка Володарского. Это 19 участников. Детская школа искусств города Видное – это три участника. И детская школа искусств горки Ленинские. Они представляют ансамбль струнников. Среди членов жюри – именитые музыканты и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений страны. Помимо профессионализма и исполнителей, они будут оценивать и их отношение к своему делу, и их интерпретацию классических произведений. Не обязательно может быть первая премия одна. Могут быть и две, если музыканты себя достаточно провели. Но может быть и не одной в какой-то номинации, потому что, я думаю, такого не будет. Такое бывает иногда, что какая-то премия передается в другую номинацию, где есть более яркий исполнительский состав. Мы очень рады, что у нас есть дипломанты. Очень много сейчас таких официальных конкурсов, где эта номинация вообще отменена. Нет дипломантов – это совершенно неправильно. Это фактически официальное четвертое место, оно должно быть. Конкурс проходил одновременно в двух залах. В одном показывали свое мастерство пианисты, в другом – музыканты, играющие на струнных инструментах. Скрипачке Вероники Гремячих из подмосковных «Мытищ» 11 лет. И шесть из них она серьезно занимается музыкой. Часто репетируешь вообще каждый день? Каждый день, да. Каждый день? А по пять часов? Ну, когда у меня много свободного времени, по пять часов в день. Порядка 12 конкурсов сыграли в Москве. Участвовали в международном проекте оркестрии в городе Ярославль. Там приезжали дети из Франции, из Германии. И преподаватели, и их талантливые ученики уверены, такие конкурсы просто необходимы для музыкантов. Выступление на конкурсе с прекрасными учениками – это прекрасное дело. Это очень, во-первых, двигает деток наших. Они силоволи воспитывают здесь. Они воспитывают свое совершенство, мастерство. Сам конкурс дает детям творчество. Мне это дает очень большое развитие в мелодии, в остальных конкурсах. И меня тянет участвовать. Прослушивания будут проходить два дня и завершаться торжественным награждением победителей, вручением грамот, медалей и памятных подарков. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Во дворце спорта «Видное» в рамках регулярного чемпионата премьер-лиги состоялся очередной баскетбольный поединок. «Спарта-НК» уверенно переиграла «Спартак» из Ногинска. Матч закончился со счетом 83-60. Несмотря на разрыв в 23 очка, игра для нашего клуба была непростой. Подробности расскажет Максим Козлов. Традиционная игра видновской команды собрала немало зрителей, пришедших поболеть за родную команду. И спортсменки «Спарта-НК» безусловно ощущали эту поддержку. Первая четверть игры стала прелюдией, где решалось главное, кто сможет захватить инициативу и навязать свой стиль игры. Пока счет оказался в пользу видновской команды. 17-10. Первый раунд регулярного этапа российской женской премьер-лиги у наших соперников не складывается. В настоящий момент «Спартак» из Ногинска в турнирной таблице находится на восьмом месте, в то время как «Спарта-НК» занимает четвертую строчку. Соперницы уже встречались 1 декабря. Игра состоялась в Ногинске, и тогда наши спортсменки победили с перевесом 15 очков. В начале второй десятиминутки гости принялись активно атаковать, а вот наши в защите допускали ошибки, что частенько приводило к штрафным броскам. Собственно, благодаря им «Спартаковки» изобили большую часть мячей, потому что видновчанки атаковали куда лучше. К большому перерыву разрыв стал еще больше – 32-25. Пока что мы в плюсе, но я знаю, что с командой из Ногинска никогда нельзя расслабляться. Никогда до самой последней секунды, потому что девочки очень опытные, и каждый может взять на себя ответственность, у каждого есть лидерские качества. Поэтому у нашей команды задача – нагнетать, нагнетать, нагнетать и брать лидерство в свои руки. Третья четверть игры показала, что именно такой тактики и придерживался тренер видновской команды Сергей Данилин и его подопечные. Гости из Ногинска тоже набрали обороты и получили по итогам 10-ти минутки 17 очков, но видновчанки заработали очков почти в два раза больше – 33. 75-42 – таким был счет перед заключительным отрезком матча. Ногинска! Ногинска! Разрыв в 33 очка позволил нашим спортсменкам немного расслабиться. В заключительной четверти, несмотря на то, что гости из Ногинска вдвое чаще атаковали и смогли сократить разрыв в счете, догнать видновскую команду они были не в силах. 83-60 – следующая игра «Спарты НТК» в рамках регулярного чемпионата премьер-лиги состоится здесь же, во дворце спорта «Видное» 16 февраля. Наши спортсменки встретятся с командой «Надежда» из Оренбургской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!